До 77 килограммов, как обычно, 3 раунда по 5 минут. Молодые спортсмены, проспекты, вполне сопоставимые у них послужные списки. Кстати, большая разница в росте на 6 сантиметров, Сергей, повыше, чем Файзи. Все 5 побед в карьере сами добыты досрочно. Три раза нокаутом он выиграл, два раза приемами. Ну и также, не могу не отметить, парень из Абонистана тоже с татуировками. И одна из них, в общем, у них две интересные. Вот на голени, ну, вернее, на икре, да, у него лилия такая французская, а на спине у него надпись «Никогда не позволяй своим страхам определять твою судьбу». Поддавливает как раз сами Файзи. Пока Денисов максимально собран. Кстати, обоих по два поражения. Все в карьере, правый прямой. И проход в обе ноги, амплитудный бросок, ну, почти получился, но, тем не менее, тейгаун может обглитудить на свой счет записать. И пытается там что-то с ногой придумать, но пока не получается. И продолжает свою атаку сами Файзи. Тратит силы в «Неркозатратном» ключе работает. Гвоздящий удар из права и слева перекрывается Сергей Денисов. Но пока оборона еще не пассивная. Закрывается гад. Завязался Сергей. Пусть и с большим трудом. Застыли спортсмены. Практически ничего не происходит. Всего лишь полторы минуты позади в первом раунде. Ну, Файзи особо и не торопится. Спокойно накатывает корпусом на соперника. Но зато очень мощно он начал. Я чуть-чуть, думаю, уже все и не закончил в этом противостоянии. Блокирует правую руку, в свою очередь, Сергей. Кстати, один раз выступил Абгур Сами Файзи на турнире «Парус Файт». В том самом ивенте, где Сергей Харитонов вырубил Оли Томпсона. Наверняка многие из вас помнят этот турнир. И там, кстати, Файзи проиграл. Проиграл удушающим приемом Леонардо Демиани. Не очень активно сопротивляется Сергей Денисов. Но, тем не менее, руку соперника заблокировал. В общем-то, особо не позволяет себя бить. Ну и здесь тоже локтем, плечо зарядит хороший удар. Ну вот сейчас постарался освободиться Сами Файзи. Еще до попадания несколько плотных ударов. Слева прилетело в голову Сергею Денисову. Теперь с другой стороны камерписты. Да, жестко и неприятно. Сейчас апкирк, да, неплохой Денисова. Пытается с ударом зайти в следующую стадию борьбы. Ну, достаточно удачно ему это удалось сделать. Очень деловито работает Абдул Сами Файзи. Клетки Айти Файт Найт. Да, и как раз находясь в собственном углу, да, сейчас и уселся в фуллмаунт достаточно высоко. Его прям подгоняли к этим действиям. Ее секунданты показывают, что пробивай давай локтями. Что он и начинает делать. Еще один локоть долетел до цели. Причем в разрез. Здесь не получается остаться в полном маунте. И в общем поднимается на ноги. Отбивает Петро. Просто в случае кошмар для Сергея Денисова. Да, и Денисову не даст возможности, конечно, Файзи подняться. И снова пошел бороться. Но теперь оказывается в позиции гарда. Здесь просто тратят силы Сами Файзи. Денисов завязался. Еще минута. Абсолютно односторонний раунд у нас получается. Представители команды Русича нужно что-то делать. И здесь опять гвоздящий удар. И справа. И слева. Очень опасный правый локоть. И вот такой, да, рубящий. Прям было опасно, да. И сейчас получает замечание за вот такой удар как раз от Дмитрия Булаевича по Сами Файзи. Ну, потому что это, по сути говоря, получается удар ногой в голову. Да, совершенно верно. Но балл не снимается. Я так понимаю за это. Ну, дает возможность таким образом приехали подняться Сергею Денисову в стойку. 19 секунд до завершения первого раунда. И попадает. И там еще столкновение головами было как раз. Пытается размениваться, в свою очередь, Денисов. Но, мне кажется, в разменность Файзи лезть ему не стоит. Колено по корпусу. Подсечка. И сейчас уже просто не хватит времени. Да, мы увидим, скорее всего, второй раунд. С первым все абсолютно понятно. Здесь можно разговаривать о счете 10-8. Да, еще вот таким вот слэмом немножко заканчивает его Абдул Сами. Стоп! Конор! Букмекерская компания Bad Boom. Генеральный партнер AMC Fight Nights. Bad Boom дарит до 1500 рублей за регистрацию по промокоду AMC Boom. Получите бонус в приложении Bad Boom на айфоне или андроиде. Bad Boom. Открой игру. Bad girl. Bad soldier. Квартирка. Береда. Береда. Время! Время! Дорогой раунд! Ну что ж, я готова к началу второго раунда. И в первом, собственно говоря, за Сергея Денисова несколько было тревожно. Потому что досталось ему откровенно. Сейчас он опять застаивается на старте, но в центре остается. Не побежал вперед сразу поэзии. А он немного другую тактику избрал. Раздергивает и вытягивает Сергея на себя. Хай-кик не получился. Фронт тоже не прошел. Много робко себя ведет Сергей Денисов вообще в этом поединке. Немного тушится лоу-кик. Очень хорошо под одну ногу. Здесь перевод пока не получился. И вывод из равновесия. Чисто самбийский прием. Чуть не докрутил. И все. Вот она началась сначала. Казалось бы, есть довольно солидное преимущество в длине рычагов у Сергея Денисова. Но очень мало удара. Окей. А что случилось с Файзиней? Совсем понятно. Совершенно другой бой показывает. Совершенно другую тактику он выбрал на этот отрезок. И вот заходит он в борьбу. Добивается своего. Пытается сразу по две ноги. Но знаешь, что-то насчет того, что с Файзиней случилось. И так даже такое бывает, что спортсмен очень бодро себя чувствует на протяжении раунда. Потом садится, отдыхает и все. И встает уже залившийся весь такой уставший прям от кровяня. Хороший перевод. Да, хорошо. Громко и звонко получилось. Трогаем всех кукрасный. Да, поэтому, кстати, некоторые спортсмены не присаживаются в перерыве. Поднимается с большим трудом Денисов. Но продолжает удерживать соперников контроля. Ну, знаешь, что еще, мне кажется, еще вот здесь в главклабе стало душнее. Как-то людей достаточно много. Потому что до этого было так жарковато. Ну, не настолько душно. А сейчас прям чувствуется это. Естественно, на бойцах тоже влияет. Джесс на джеб. Сейчас отработали спортсмены. Чуть точнее был Файзин. Правый прямой. Классическая комбинация. И здесь не будет. Колено. Упадает Сергей. Отличный апперкот был. Денисово также. Еще раз колено в прыжке. Положает прессинговать. Есть возможность доживо, дожимать соперника. Ну, вот нашел позицию, в которой может развивать свою эспекцию для Дениса. Да, явная пресса в обороне у Файзин. Проявилась апперкот. Хорошо скользнули. Но, тем не менее, тоже эпизод может на свой счет записать Сергей. И вновь колени. Клинчи. Лучше работает Сергей. Еще один удар. Локоть на коротке. И просто отмахивает сейчас сами Файзин. Бросается в борьбу. И вновь у нас перелом. Внутри поединка. Казалось бы, все так одностороннее. Есть колено до головы не доходит. Но, тем не менее, порой в грудь зацепил Денисов соперника. Но, извиняюсь, я соглашусь, очень удивительно, что Файзин прям просел. Колено в прыжке. Болтает сейчас сами Файзин. Ну, здесь, да, здесь как раз и напрашивает прям тайский удар коленями. Такие жесткие, когда уходит таз назад. И прям ты соперника прям гвоздишь. Прибиваешься. Колено очередное влетает в голову. Да, их огромное количество уже. Локоть пошел в цель. Перекрыл обзор Дениса в сопернику. Разбил ему нос. И вы знаете, здесь уже, наверное, можно сказать про 10-8. Вот, возможно, сломан. Но пока сами Файзин посмотрят в перерыве. И если ты, Лёш, говорил, что предыдущий раунд 10-8 в сторону. И здесь обратно в сторону. Ну, сами, да, здесь очень интересный поединок. Локтем, да, продолжает прессинговать сейчас Сергей Денисов. Но после такой трёпки, конечно, Файзин будет посложнее восставить. Вперед идёт Сергей. Но тянется за ударом, в свою очередь, Абдул Сами. Здесь уже просто от пичка готов фрукты донастил. А Сами по печени, колено. Не хватает сил просто колено. Абдулая жёсткость пропускает от Абдулла Сергей. Ещё один апперкот. Возможно, вот удары коленями – это единственный удар, который может сейчас акутировать Сергей Денисов. Потому что сил у него тоже практически нет. Вот как раз, пожалуйста, будто тебя услышал. Пробил коленом достаточно жёстко. Стоп! Ну, отлично. Ваша поддержка, товарищи, господа! Вау! Активно работают Катманы в этом перерыве. И в том, и в другом углу, кстати, команда Катмана сегодня – это Лучников Тим. В лице Виталия Архипова, Ярослава Луценко и Алексея Ханкобаева. Ярослава Луценко я сегодня выделю. Да, у него сегодня день рождения, мы его поздравляем. Как всегда, ребята работают на максимально высоком уровне. Вот сейчас поработали над лицом Сергея Денисова. Это очень серьезная команда Катманов. Наверное, лучшая в стране. Но это уже определенный бренд, это точно. Итак, третий раунд. Смотрим далее. Прекрасную предыдущую пятиминутку выдал Сергей Денисов. Несмотря на, в целом, проваленную, наверное, первую. И сейчас продолжает притягивать. Много смещается Сергей. Здесь все мимо. И работает над сохранением дистанции, в первую очередь, Файзи. Джебы пошли. Учитывая полупустые бензобаки, если вообще не пустые хайки. И здесь на уклоне приходится отрабатывать Сергей Денисов. Но поактивнее, кстати, действует сейчас представитель Афганистана. Но по логике Файзиев, не, простите, Файзиев, а Денисов может провести такой холодный, расчетливый тактический раунд. Перестреливая, перебивая соперник от дистанции. Хорошо встретил Сергей. Нет, здесь пропустил. Причем очень неприятные для себя три удара. Залетели вот Абдулсами. И здесь попытка зайти в борьбу. Неудачная, чуть-чуть не хватило. Вот борьба это то, что совершенно не нужно Денисову. Абсолютно. Кладывает корпус. И здесь необходимо защищаться. Разворачивается Сергей Денисов. Но дистанцию не разрывает. Сейчас зайдет в клинч и постарается наверняка еще одну колено выбросить. Или локоть. Колено мимо. Пробивает дважды с левой руки. Неплохо Байзи. Какая же воля к победе у того и другого. Ну нет, вообще оба молодцы, конечно. На такой серьезной физической измотанности продолжают попытки друг другу просто переехать. Да, просто оставляют тонну здоровья в клетке. Еще Лена, отличная, кстати, хорошо сейчас зашла у Денисова. И опять поводилось равновесие. Но тут же поднялся здорово. Уже правым коленом отрабатывает Байзи. Еще одна попытка за эти борьбы широкая защита. Вот бойца из красного угла. Что получится или нет? Здесь можно докатить как для дворца. Ну да, так и получилось, собственно говоря. Потому что посадил и просто уже действительно накатил корпусом. И видел сами на соперника. Но отрабатывает локтем достаточно много активности. Вот Сергея не дает возможности сопернику ничего делать. Потому что да, Байзи вроде бы сделал тейкдаун. Но дальше-то позицию не улучшил. И попыток к улучшению позиции опять же нет. Две минуты. И это кажется просто каким-то кошмарным временем. Даже вот так со стороны. Просто столько уже всего сделали эти парни в клетке. Чуть активнее снизу. Как ни странно, сейчас работает Денисов. Сами контролируют. И вот здесь первая попытка привести атаку. По плечу, по ключице. Локтями отстреливается Сергей. Неплохое попадание тоже в плечи. Вот Байзи. Для того, чтобы немножко отсушить руки сопернику. Уже так, на остатках сил оба действуют. Да, действительно. И, наверное, это простительно. И Сергею, и самим. Но нужно определять победителя. По раундам совершенно точно 1-1. Вот такие слэмы из партера в партер проводит Абдулсами. И набирает очки, кстати говоря. Ну, а почему бы и нет, собственно, не будет и требуется. Ох, вот это был неприятный. Дважды локоть сейчас дошел до цели. Он был с нами по раундаменту. И на самом деле, возможно, именно в эти секунды происходят ключевые события. С точки зрения определения победителя во встрече. Поднимает руку Сергей Денисов. Ждем вердикт и ждем его с нетерпением. Ждем вердикт и ждем. Ждем вердикт и ждем. С нетерпением. Ждем вердикт и ждем его с нетерпением. Дамы и господа, по завершении этого потрясающего боя, единоклассным решением судей победу одержал Абдул Сави Фаизи. Абдул Сави Фаизи выигрывает в этом упорнейшем и тяжелейшем противостоянии. Наши поздравления. Абдул Сави Фаизи не в коем случае не расстраиваться. Абдул Сави Фаизи не в коем случае не расстраиваться. Абдул Сави Фаизи не в коем случае не расстраиваться. Абдул Сави Фаизи Абдул Сави Фаизи